Всем привет, дорогие друзья! Буквально прямое включение, новое видео на канале, давайте начинать, поехали! Сегодня случился опять казус для тех, кто не хочет смотреть на... ну, закрыл специально для тех, кто не может смотреть на кровь. Я сегодня опять эпично упал на самокате, возвращаясь домой, и если честно, друзья, это какая-то мистика за неделю второй раз. Хотя, в принципе, я достаточно уверенный райдер и передвигался ранее до этого без каких-либо проблем. Утром, оказывается, я поехал утром на самокате на работу, приехал, поставил самокат на зарядку, целый день простоял, и вечером, когда стал выдвигаться домой, я понял, что переднее колесо на моем самокате Kuga X1, оно спущено. И, соответственно, где-то взял, ну, то есть первая, вторая уже, точнее, поломка после, есть видос, где крыло разбили. То есть, соответственно, у нас покрышка и камера под замену. Нашел уже, в принципе, вот это приключение будет стоить порядка полутора тысяч рублей плюс доставка. Если что, ссылочки оставлю в описании, может быть, подскажете, если кто видел на Алиэкспрессе. Ну и для чего я это все записываю? Моя ошибка, я виноват, я во время пешеходного перехода, ну, даже не перехода, а пересечения от одной пешеходной дорожки до второй, просто попросту не стал выходить с самоката, а сделал маневр между людьми, и дабы не... Причем скорость была абсолютно минимальной, и я врезался в столб, можно посмотреть на камерах видеонаблюдения в моем городе. Я даже, приехав домой, посмотрел, действительно очень... То есть, здесь и вот здесь очень сильно, как бы, прям нога пухла, и рука, то есть, дополнительно второй раз я на руку... Все это дело шмякнулся, сделал полуковырок, ковырок, и я не понимаю, почему это происходит. Что-то либо с вестибуляркой, либо это самокат дает мне понимать, что, ну, не надо. Я, причем, вышел с работы, подошел к торговому центру, там у мужиков просто с какой-то машины попросил, чтобы мне накачали колесо. Накачали колесо, и я поехал, и вот таким вот образом падение было эпично. Я до последнего держал самокат в руке, но самокат влево, я вправо, ищу плюс ограждение. Я, на самом деле, сначала врезался в столб, но проблема не в этом. А проблема в том, что я, на самом деле, просто должен был выйти с самоката, пересечь проезжую часть, встать обратно на самокат и поехать. Если бы я не делал маневр тот, который я делал, то есть, я очень аккуратно объехал пешеходов, и, соответственно, поехал дальше. Но из-за столба со знаком, то есть, я правым краем своего тела коснулся на совсем небольшой скорости, там, можно сказать, человеческий шаг, как бы, да, и все равно по инерции самокат влево, я вправо. В общем, друзья, к чему я это все записываю, пожалуйста, не делайте, учитесь на чужих ошибках, не повторяйте ошибок других, в том числе и моих, для того, чтобы, ну, попросту не причинять себе никакого физического вреда. На самом деле, было очень больно, я с испугу сначала подскочил, и еще спасло то, что у меня был рюкзак, я не ударялся головой, потому что я сделал почти кувырок, и мог бы хорошо так приложиться башкой об асфальт, но спас то, что я, когда упал на спину, и на спине непосредственно был одет рюкзак, и в нем были вещи, как бы, и это все дело самортизировало. Отделался, ну, можно сказать, ссадинами, но ссадины уже крупнее, чем в первый раз, и поэтому я сделал определенные выводы, и в следующий раз буду еще более внимательный, хотя в каждый раз очень внимательно отношусь вообще к передвижению на электротранспорте. Вас предостерегаю, в будущем сезоне, в летнем сезоне 2021 года, пожалуйста, не совершайте чужих ошибок. Спасибо за просмотр, ставь лайк, если понравилось, смотри другие видео из плейлиста электросамокаты, совсем скоро увидимся, всего доброго, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok